Всем привет! Сегодня я представляю свой вариант макияжа на Новый год. И если вам интересно, оставайтесь, смотрите и надеюсь, что вам понравится. Я уже нанесла немного тональной основы, корректор и пудру. Дальше я займусь скульптурированием лица и нанесу румяна. Наносим бронзатор под косточку на щеке. Не широкой кистью. Наносим бронзатор на линию роста волос. Растушевываем бронзер более широкой кистью. И наносим хайлайтер. Хайлайтер наносится над румянами. Немного на губу. Далее я занялась коррекцией бровей. Делаю это очень и очень быстро, потому что времени у нас нет. Немного убираю лишнее. Следующий шаг нанесения базы под тени. Это у меня база от Mary Kay. Очень хорошая. Немного на нижнее веко. Далее я наношу черный карандаш на внешний уголок подвижного века. Если вы найдете подвижное веко, это уже полдела. Растушевываю карандаш плоской кистью. Дальше мы растушевываем растушеванный карандаш кистью номер 217. Или какой-нибудь растушевочной кистью, если она у вас есть. Немного захожу на неподвижное веко. Немного карандаша наношу на нижнее вето. Сейчас я буду наносить вот такие тени от Catrice. Это тени на черной матовой основе, которые содержат в себе блестки. Очень нарядные тени. Наношу их на те места, где мы растушевали карандаш. Не забываем про нижнее веко. И снова тушуем, тушуем, тушуем. Если у вас нет растушевочной кисти, вам придется ее найти. Не знаю, возьмите кисть для акварели. Следующий шаг нанесения бронзовых теней. Я наношу их пальцем, потому что так быстрее. Далее я наношу золотой цвет спонжем, потому что они не очень хорошо наносятся и осыпаются. И опять тушуем, тушуем и еще раз тушуем. Набираю фиолетовые матовые тени пушистой кистью. И наношу их где-то между черным и бронзовым цветом. И опять все растушевываем. Все должно быть растушевано очень тщательно. И наношу этот фиолетовый цвет на неподвижное веко. Немного белого под бровь. И немного белого на внутренний уголок глаза. Наношу его плотно спонжем. Наношу фиолетовый цвет на нижнее веко. Наношу его очень плотно. И смешиваю его с голубым. Здесь не очень хорошо видно. Снова растушевываю. Дальше очень важным шагом является нанесение черного каяла на слезную линию. Я наношу каял до середины глаза. Это визуально сделает глаз более приподнятым. Здесь я не сказала, но другую половинку глаза, которую я не оформила черным карандашом, я оформила белым карандашом. Наношу черный каял на слезную линию верхнего века. Далее я рисую стрелки. Стрелки можно не рисовать, но мне почему-то захотелось. Сделать их можно не очень аккуратно. Если у вас нет времени, их не будет видно. Делевая подводка и своей любимой кистью. Немного убираю то, что осыпалось. Завиваю ресницы. И крашу их тушью телескопик от L'Oréal, по-моему. Не забываю нижние ресницы. Если кому-нибудь нужно, вы можете приклеить пучки или накладные ресницы. Мне же это не нужно. И дальше я приступаю к оформлению рта. Оформлению губ. Сначала я наношу контур карандашом. Губы у нас будут тоже активные, потому что макияж все-таки праздничный. Заполняю губы помадой. Это у меня помада от Malva. Она не очень хорошая. Немного сушит губы. Поэтому рекомендовать вам ее не буду. И опять же здесь не очень хорошо видно. Но я наношу здесь блеск от Evo. Очень блестящий. Немного с фиолетовым оттенком. Чтобы он сочетался с нашим фиолетовым на глазах. Вот и все. Я надеюсь, что у вас получится. И что вы успеете сделать этот макияж сегодня. Спасибо всем за просмотр. Всех с Новым Годом. Всего вам хорошего. И всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok